Язык дружбы – так назвали первый всероссийский конкурс преподавателей китайского языка. Они учат не просто иероглифики, а взаимопониманию между двумя народами. Я жила раньше в Благовещенском морской области, я жила границу над Китаем. И, проходя, гуляя по площади, я могла наслаждаться видами Китая. С четвертого класса я начала свое обучение, ну, конечно, оно двигалось не так и не сильно. Но сейчас именно я больше заинтересована в китайском языке и культуре, чтобы рассказывать о детям. Я вижу, пока мне глаза передают, я расскажу очень интересную информацию о культуре, о языке, о иероглифике, о происхождении иероглифика. Всего в конкурсе приняли участие около сотни учителей. До финала из них добрались всего 10. А победителем стала преподаватель из Сибири. Татьяна Иофи скромно отмечает – на пьедестал не стремилась. Конкурс увидела совершенно случайно. Разработала методику обучения и организовала мастер-класс. Основой выбрала красивую и вечную тему. Самое сложное было – это отобрать, что можно сделать, в какой космос можно полететь, сидя у экрана компьютера. Поэтому я вот эту вот себе траекторию и орбиту я себе как-то сумела найти через любовь. Я взяла алиитмотивный иероглиф, что нужно проводить гуманитарную составляющую. Москвичи видят Москву не только в пределах МКАДа. За МКАДом тоже шансы у всех абсолютно равные. Вот, пожалуйста, нужно участвовать, нужно себя проявлять, и это очень интересно. Победителей объявили на научно-практической конференции «Современное состояние и усовершенствование методик преподавания». Встреча филологов и китайведов прошла в Московском международном мультимедиа-центре в день китайского языка в ООН. В России изучать китайский начали еще 300 лет назад по указу Петра Первого. Сегодня же язык конфуция невероятно популярен. Им владеет по разным оценкам от 60 до 80 тысяч человек. Это и школьники, и студенты, и дипломаты, да и просто любители культуры Поднебесной. По словам лингвистов, без знания китайского языка не получится понять не только обычаи Азии, но и традиции ведения бизнеса. А это один из торгово-экономических барьеров на пути к эффективной работе предпринимателей. Китай сегодня – это страна малого бизнеса, очень большая доля малого бизнеса в экономике Китая. Хотя кажется, что Китай, мы все знаем эти огромные бренды и платформ, компания торговых платформ и финансовых институтов. Но, тем не менее, Китай – это страна малого и среднего бизнеса. И мы видим, какое большое количество промышленных, производственных предприятий находится в Китае. Я думаю, что они сегодня составляют основу всей экономики по созданию рабочих мест. И по тому, сколько людей работают в этих компаниях. Поэтому, конечно, взаимодействие между Россией и Китаем в этом направлении могло бы быть очень интересным. По словам омбудсмена, у российского рынка есть все необходимое, чтобы заинтересовать китайских инвесторов. И небольшие издержки, и квалифицированные кадры. Осталось дело за малым – преодолеть языковой барьер. С точки зрения лингвистики, с точки зрения правил построения франц, относительно несложно. Но с точки зрения фонетики, вот эти восемь смысловых тонов, вы знаете, что шанхайец не поймет шенчженьца или жителя провинции Хриландзиана, Схарбина. Их только объединяет. Поэтому изучать китайский надо изучать только путунхва, то есть вот этот мандарин, язык межкультурного общения. В этом году две страны отмечают 20-летний юбилей со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Политологи называют соглашение 2001 года отправной точкой стратегического тандема «Россия плюс Китай». Мы с собственными силами строим самую большую зарубежную площадь – китайский традиционный лошадный парк. Это первый самый большой лошадный парк китайских традиционных стилей зарубежен. И не случайно в Москве. Это тоже ображается отношением к нашим странам. Пока в России набирают популярность иероглификов, Поднебесные учат язык Пушкина и Достоевского. Организаторы планируют провести такой же конкурс, только уже для преподавателей русского в Китае.